Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня поговорим коротко о переливании крови, или о трансфузиологии в онкологии, в частности в онкологии. Начнем с определения понятий. В каждом учреждении медицинском, где оказывается трансфузиологическая помощь, или, проще говоря, переливание компонентов крови, должно иметь свою службу крови. Она может быть представлена центром крови, отделением переливания крови, трансфузиологическими кабинетами. Все зависит от потребностей. В общем-то, это структура, которая объединяет не только заготовителей гемокомпонентов, но и врачей, медсестер, участвующих, собственно, в переливании. Гемотрансфузия и инфузия – два понятия, которые рядом идут всегда, но хочу немножко акцентировать на этом внимание. Все-таки гемотрансфузия или трансфузия – это переливание именно компонентов цельной крови. А инфузия – это введение в организм растворов, приготовленных на производстве на заводе. Кровь. Кровь – широкое понятие. Часто говоря, мы переливаем пациенту кровь, имеем в виду гемокомпонент, чаще всего имеем в виду эритроциты, которые находятся в пакетике, и мы вот трансфузируем в организм рецепиента. Ну, мы должны не забывать, что кровь – это все-таки соединительная ткань внутренней среды, которая имеет состав клеточный свой и межклеточное пространство, которое называется плазмой. И есть понятие компоненты крови, ну, это, собственно, составляющие цельной крови, которые мы используем для разных лечебных целей. Есть еще такое понятие препараты крови. Это тоже составляющие цельной крови человека, однако изготавливаются они на больших производствах, на заводах, и, как правило, изготавливаются из плазмы. Вы с ними часто имеете дело, это альбумин, фибриноген, фибринолизин, различные факторы свертывания, их комбинации, иммуноглобулины, интерфероны. Ну, и это же два основных понятия в трансфузиологии. Это донор, это человек, здоровый доброволец, который кровь сдает, или ее компоненты для рецепиента, который эту кровь получает. Служба крови довольно регламентирована. Много очень документов, с которыми мы работаем, используя донорские гемокомпоненты. Это всем вам известен приказ 363, так называемая инструкция по переливанию крови, и утвержденное приказом номер 183, довольно относительно свежее, это правило применения гемокомпонентов. В любом учреждении, имеющем лицензию на трансфузиологическую помощь, также есть, должен быть документ, который описывает аспект применения компонентной терапии в данном учреждении. Какие же современные тенденции в современной трансфузиологической терапии, в том числе в онкологической практике? Гемокомпонентная терапия. Цельную кровь на сегодняшний момент практически не применяют. Это обусловлено двумя факторами. Обеспечением безопасности переливания компонентов крови и обеспечением эффективности. Если мы говорим о безопасности, любой гемокомпонент, прежде чем попадает в клиническое отделение к реципиенту, должен быть обязательно обследован на гемотрансмиссивные инфекции. Мы все знаем, что цельно консервированная донорская кровь, теплая, прямые переливания, они достаточно эффективны при массивных кровопотерях, развитии ДВС-синдрома, кагулопатии, потребления, когда нужно здесь и сейчас быстро все вернуть назад, откатить, использовать теплую донорскую кровь. На сегодняшний день это невозможно, потому что даже самое быстрое обследование донорской крови будет занимать 4-5 часов, и к тому моменту теплая кровь уже будет не совсем теплой. А если консервированная цельная кровь у нас полежала, например, в холодильнике, при обычных условиях хранения для эритроцитов, скажем, 2-8 градусов в течение суток, то компоненты, которые мы используем, которые нам нужны, например, в плазме крови, профакторы свертывания, они в течение суток стремительно распадаются и становятся неэффективными. Тромбоциты, которые мы хотели бы, например, перелить пациенту с тромбоцитопеническим кровотечением, в цельной крови при хранении в холодильнике с температурой не выше 8 градусов, они просто погибнут в течение нескольких часов, и тоже переливание такой цельной крови будет неэффективно. Поэтому цельную кровь, полученную от донора, ее делят практически в течение первых 4 часов с момента, когда она получена, и делят на гемокомпоненты. Потом гемокомпонентная терапия должна назначаться по строгим показаниям. Для эритроцитов одни показания, для тромбоцитов другие, для плазмы треть. Какими пользуемся мы еще способами сделать переливание крови безопасным и эффективным? Кровесберегающие технологии в хирургической практике. У нас сейчас есть различные приспособления для того, чтобы сделать быстрый разрез, скоагулировать сосуд, быстро его перевязать. Также используется нормоволимическая гемодилюция, если мы знаем, что кровопотеря неизбежна. Заготовка аутокровия. В онкологической практике практически не используется, если только это не касается реинфузии, излившейся в чистую полость вот здесь и сейчас. Для этого существует сейчас большое количество препаратов, таких как CellSaver, родоначальник реинфузии, эффективно, достаточно быстро и безопасно. Почему не заготавливают аутокровь, цельную кровь или компоненты у онкологических больных? Ведь большинство из них подвергается хирургическому лечению в плановом порядке. Ну, просто потому, что требования к аутодонору практически такие же, как здоровому донору в крови, здоровому добровольцу. Этиологическое лечение анемии до начала специализированного лечения. Ну, это очень важный пункт, по-моему. Анемии в онкологической практике играют большую роль. Они встречаются довольно часто, связаны и с кровопотерями хроническими, связаны с лечением специфическим онкологических больных, ну и, собственно, воздействием, собственно, опухоли. Что мы можем сделать для того, чтобы обезопасить реципиента? Мы можем максимально подобрать гемокомпоненты. То есть, чем больше доктор, но до госпитальном этапе или до момента воздействия на опухоль озадачится этой проблемой, тем безопаснее, тем больше у нас времени. Мы можем подготовить любой гемокомпонент, максимально похожий по составу, например, антигенному к реципиенту. Этим пунктом мы довольно часто пользуемся, прибегаем к индивидуальным подборам. Ну и на этапе заготовки компонентов крови мы стараемся максимально приготовить гемокомпонент, максимально безопасный. Мы можем отфильтровать, убрать лейкотромбослой из цельной крови, мы можем отмыть эритроциты, облучить их, плазму положить на длительное хранение, на карантинизацию с последующим дообследованием донора и выпустить уже более безопасный продукт. Это все плановая работа, и это работает, и мы видим, что с развитием современных технологий реакция осложнения при переливании становится меньше. Какие гемокомпоненты, в принципе, используются для лечения онкологических пациентов? Практически все, кроме цельной крови, донорской. Эритроциты, тромбоциты, плазма используются практически каждый день в онкологическом стационаре. Лейкоцитарные среды на сегодняшний день стали появляться, но, в частности, в нашем учреждении пока не используются. Очень ограничены показания к ним, и срок годности лейкоцитарных сред резко ограничен 24 часами от момента заготовки. Ну и лейкоцитарные среды очень сложно подобрать, поскольку используется ошелятипирование, что дорого и очень сложно. Препараты из крови вы используете каждый день. Они более безопасны, чем компоненты крови, потому что лишены в основном иммунологических особенностей, как компоненты крови. Но нужно тоже их различать. За последние три года тенденция на примере потребления гемокомпонентов в нашем онкологическом стационаре видит, что, в принципе, количество гемокомпонентов, перелитых за три года, оно никак не отличается. И здесь видно, какие гемокомпоненты используются чаще всего. Ну, красненьким, оранжевым цветом. Это эритроциты. Это тенденция общемировая. В принципе, так и есть. Эритроциты – это самый необходимый продукт на сегодняшний день. Использование тромбоцитов, такое высокое, на втором месте они стоят, отличает онкологическую трансфузиологию от остальных медицинских отраслей. Использование тромбоцитов говорит о развитии высоких технологий и то, чего добились за последние годы онкологи, оказывая помощь таким пациентам. Ну, и плазма, общемировая тенденция, идет к снижению его использования, потому что как раз из плазмы путем сложных производственных процессов на заводах как раз можно выделить и сделать безопасными те факторы свертывания, которые мы используем, которые мы хотим добиться при переливании плазмы. Ну, у нас, можно сказать, многопрофильная онкологическая клиника по отделениям. Количество трансфузий можно проследить, какие все-таки нозологии требуют большего внимания в плане переливания крови. Понятно, что отделение гематологии, оно стоит отдельным особняком. Это пациенты, которые требуют чаще всего переливания всех видов компонентов, ну, пожалуй, за исключением плазмы, хотя в последние годы плазма у пациентов с РТПХ используется при обменных переливаниях крови. Традиционно за последние лет 5-6 из хирургических отделений лидирующее место занимает абдоминальная хирургия, ну, и урология с таракальным отделением, они вот с года в год делят второе место по потреблению гемокомпонентов. Какие гемокомпоненты мы используем в онкологической практике? Из клеток крови мы используем эритроциты и тромбоциты. Максимально стараемся их подготовить, облучить, отфильтровать, подобрать, патогены наактивировать, это касается тромбоцитов. И используем плазму. Плазма может быть получена из цельной дозы крови, так чаще всего мы и заготавливаем. Может быть аппаратного афереза, чтобы снизить нагрузку иммунологическую на рецепиента. И также можем ее отфильтровать, карантинизировать, патогены наактивировать, подготовить максимально. Говорим про донорские эритроциты. Мы чаще всего используем эритроциты во взвешивающем растворе, называется эритроцитная взвесь. И, в общем-то, используем в двух случаях. Для лечения острых анемий, кровопотери, чаще всего, очень редко гемолиза. И хронические анемии. Это пациенты, которые получают химиотерапию, полихимиотерапию, которые вынуждены переживать периоды после высокодозной химиотерапии, когда панцетопения развивается. И хронические анемии у хирургических пациентов абдоминального онкогинекологического профиля до начала операции мы готовим тоже переливанием с учетом неэффективности консервативного лечения. Второй по значимости компонент в онкологической практике это донорские тромбоциты. Вообще донорские тромбоциты для обеспечения хирургических стационаров заготавливают чаще из дозы крови, пулируют, получают многокомпонентный такой продукт, что не подходит для онкологических пациентов, которые вынуждены получать концентраты тромбоцитов не раз в жизни и не два, а в течение продолжительного времени. Поэтому нам важно, чтобы концентрация их была большой в дозе и желательно, чтобы доноров было как можно меньше. Поэтому мы тромбоциты заготавливаем методом афереза, то есть один донор и два-три пакета лечебной концентрации тромбоцитов. Чаще всего тромбоциты переливают для профилактики кровотечений, потому что это проще в плане и лучше в прогностическом плане, потому что для остановки тромбоцитопенических кровотечений таких тромбоцитов понадобится в два или в три раза больше, чем для профилактики. Донорская плазма третий по значимости гемокомпонент до сих пор используется только потому, скорее всего, из экономических соображений, потому что препараты из плазмы, препараты крови, они достаточно дороги, а для эффективной дозы требуется достаточно большое их количество, несмотря на усложнение технологии выпуска гемокомпонентов, все-таки плазма остается более дешевым способом и достаточно эффективным для лечения ряда состояний. Ну, я уже говорила, плазма переливается в основном при массивных кровотечениях, чаще, конечно, это хирургические отделения, онкогематология, используют плазмообмена или плазмоферезы лечебные, тогда мы тоже используем донорскую плазму. Бывают случаи, когда мы пытаемся снизить МНО после передозировки варфарина, когда пациент либо уже прооперирован, либо идет на операцию, откладывать нельзя. Ну, и пациенты с какими-то врожденными когулопатиями у нас такие бывают редко, но, тем не менее, плазму тоже можно применять и у этих пациентов. Ну, и по структуре трансфузиологической помощи, на примере нашего стационара, в принципе, она такая же, как и в других онкологических диспансерах или клиниках. Вот, мы видим, какие гемокомпоненты чаще всего используются в отделении гематологии, в отделении детском, они отдельно стоят, потому что в разы их потребление превышает потребности хирургических отделений. Ну, и мы видим, что плазма используется чаще всего там, где происходят кровопотери, кровотечения, абдоминальная, таракальное, гинекологическо-урологическое отделение, да. Вот, эритроциты практически везде выше всех остальных гемокомпонентов. А вот тромбоциты на отделении урологии, радиологии, таракальном отделении, они появились потому, что эти пациенты доживают до тяжелых осложнений, связанных с септическим состоянием, с когулопатией потребления. И эти пациенты, несмотря на свой хирургический профиль, тоже требуют такого лечения тромбоцитами. Ну, хочу немножко поговорить про дозирование компонентов крови. Оно не отличается для пациентов любого профиля, не только онкологических, надо понимать, что каждый гемокомпонент имеет свою дозу для того, чтобы быть эффективным. Неважно, развесь у вас в руках или эритроцитная масса. Как правило, учитывая, что по всей стране заготовка идет стандартизированная, в одном таком пакете должно быть определенное количество гемоглобина, и в среднем у человека массой тела до 75-80 кг будет поднимать на 10 грамм в литре, то есть на 10 единиц. Соответственно, если вам нужно поднять гемоглобин с 60 до 90, одним пакетом мы не обойдемся. Плазма назначается по весу нашего рецепиента, может быть, от 10 мл до 20 мл на килограмм массы тела, в зависимости от критичности ситуации. С тромбоцитами немножко посложнее, потому что в нашей стране принято целых три вида дозировки тромбоконцентрата, но учитывая, что мы заготавливаем аферезные тромбоциты, то, как правило, у нас в одном пакете с тромбоцитами средняя лечебная доза на среднестатистического рецепиента, то есть врачу-клиницисту сильно думать тут рассчитывать не нужно. Ну и хотелось бы напомнить, что при кровотечениях, острых кровопотерях, менее 20% ОЦК, гемокомпоненты используются только в случае, если были предшествующие какие-то факторы риска анемии или нарушения свертываемости исходные до кровопотери. И хочу напомнить, что любая манипуляция с гемокомпонентом строго регламентирована, и процедура эта действительно достаточно рискованная. Доктор, прежде чем принять решение о трансфузии, должен понимать, что ему придется оформить и достаточно большое количество документов, и провести контрольные исследования, и доказать, что эта терапия была эффективна. Общие тенденции нас ведут к тому, что на данный момент даже самая срочная экстренная гемотрансфузия требует соблюдения протокола. Это обезопасит вас и вашего рецепиента от неприятных последствий. Как бы срочно вам не хотелось перелить гемокомпонент, вы всегда обязаны провести биологическую пробу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok